С вами Военная Техника 2, и мы начинаем новую рубрику серий 3 сезона в области научного мира и техно-эпохи. 10 июля исполнилось 161 год со дня рождения Николы Теслы, знаменитого американского изобретателя сербского происхождения, инженера, физика, ученого опередившего время. За его открытие журналисты прозвали Теслу повелителем молнии, а за образ жизни – гениальным отшельником. Кроме добровольного отречения от личных отношений, у него было множество других странностей и фобий. О его научных экспериментах знают все, но не менее интересной является личность самого изобретателя. О его уме и талате спорить не приходится, а вот образ жизни вызвал у современников в кривотолке. Еще в детстве за ним стали замечать странности в поведении, продиктованные необычными фобиями и навязчими идеями. Тесла с маниакальным упорством воспитывал себе силу воли, стремясь обрести над собой полный контроль. В автобиографии он писал «Вначале мне приходилось подавлять свои желания, но постепенно они начинали совпадать с тем, что диктовала воля. После нескольких лет тренировок я добился такой полноты владения собой, что играючи обуздывал страсти, которые завершались катастрофой для многих самых сильных людей». При этом он сначала позволял себе к чему-нибудь пристраститься, а потом усилием воли заставлял себя отказаться от дурной привычки. Так было с азартными играми, с курением, с чашечкой кофе по утрам. Сначала увлечение до стадии угрозы здоровью, а потом отречение и полнейшее равнодушие. Он был склонен к экстравагантным поступкам. Мог, например, во время прогулки вдруг сделать сальто, или читать наизусть Фауста Гёте. Многочасовые пешие прогулки изобретатель совершал в одиночестве, так как считал, что они стимулируют работу мысли, чему никто не должен мешать. Он очень мало спал, считая это бесполезной тратой времени. Биографы пишут, что Тесла страдал болезненной любовью к чистоте и мизофобии. Если в ресторане на его стол садилась муха, он просил заменить скатерть и приборы. Он требовал, чтобы вся столовая посуда проходила на кухне особую стерилизацию, но даже после этого всегда протирал все салфетками. Он боялся подходить инфекцию, поэтому выбрасывал перчатки и платки, один раз их надев. По этому же поводу Тесла избегал рукопожатий и постоянно мал руки, всякий раз вытирая их новым полотенцем. Впрочем, эта фобия объяснялась достаточно просто. Однажды Тесла переболел тяжелейшим заболеваниями, когда ему удалось поправиться после холеры, он начал бояться любой инфекции. Совсем необъяснимый, кажется, фобия, из-за которой Тесла испытывал такую сильную брезгливость к жемчугу, что вставал из-за стола, если за ним находилась женщина с жемчужными украшениями. Круглые поверхности внушали ему отвращение даже к бильярдным шарам. Он долго не мог привыкнуть. Ученый писал, «При виде жемчуга я оказывался на грани припадка, но меня совершенно завораживало сверкание кристаллов или предметов с острыми гранями и гладкими поверхностями. Я считал, сколько шагов сделал во время прогулок и вычислял в кубических единицах объемы тарелки супа, чашки кофе или куска пищи, иначе я не ощущал удовольствия от еды». Никола Тесла никогда не был женат, не имел детей и никогда не вступал в интимные отношения. Он считал, что женщина – самый крупный вор духовной энергии. Друзьям он рассказывал о своем платоническом увлечении Саре Бернар, но был уверен, что женитьба нужна лишь писателям-музыкантам, так как она способствует их вдохновению. Ученый же должен посвящать все свои чувства только науке, ибо, поделив их, он не сможет дать науке все, что требуется от него. Тесла писал, «В беспрерывном одиночестве ум становится все острее. Для того, чтобы думать и изобретать, не нужна большая лаборатория. Идеи рождаются в условии отсутствия влияния на разум внешних условий. Будьте в одиночестве. Только в нем рождается идея. Большинство людей так поглощены внешним миром, что они совершенно не замечают, что происходит внутри них». Некоторые биографы предполагают, что Тесла отдавал себе отчет в том, что его странности усложняют жизнь не только ему, но и окружающим. Именно поэтому он и предпочитал находиться в уединении. Другие же уверены в том, что эти странности и фобии были не причиной, а результатом добровольного одиночества исследователя. А психоаналистки объясняют это тем, что ученый был маниакальной личностью с поддавленной сексуальностью, чья энергия была направлена в научное русло. Сегодня с вами, как всегда, была «Военная техника-2» и рубрика «Техно-эпоха». Пишите ваши комментарии, делитесь этим видео с друзьями, обязательно подписывайтесь. До скорых встреч на нашем канале.